Юнособадский район столицы стал очередным адресом изучения рабочей группы ситуации на местах. В частности, для экономии энергоресурсов на предприятиях и жилых домах устанавливаются солнечные панели, ремонтируются дороги, инженерные коммуникации. В фокусе внимания находился и вопрос приближения медицины к людям. Сформированная по поручению главы государства республиканская рабочая группа продолжает осуществлять системную работу, в том числе и в Юнособадском районе столицы. Улучшение инфраструктуры, решение коммунальных проблем, благоустройству, поиску ответов на вопросы в сфере здравоохранения, сокращение бедности, материальной и моральной поддержки нуждающихся семей и граждан. Одним словом, по созданию достойных условий для жизнедеятельности человека. С самого раннего утра ответственные лица и работники 16 министерств ведомств, секторов, местной администрации при поддержке свыше 20 единиц спецтехники начали облагораживать территорию района. Юнособадский район – один из самых густонаселенных в Ташкенте. Да и площадь его достаточно велика. Очищено 26 километров ирригационных и дренажных сетей. Высажено почти 64,5 тысяч саженцев деревьев и почти 44 тысячи цветов. В разрезе Махали к нам приезжают юристы, консультируют. Вот есть люди, которые попадают в такие ситуации безвыходные, кто-то им должен помочь в высококлифицированной юридической помощи. Они не знали, куда пойти. Сейчас сами приходят, приезжают представители к министерству, ведомств, решают на месте проблемы. Заходят к Аксакалу Махали, смотрят, осматривают, помогают, чем могут, выявляют задачи. Ходят по Махалям. То есть уже принцип работы поменялся. Это инициатива нашего президента. В зимний период этого года в очередной раз продемонстрировали необходимость тщательной подготовки образных саней еще в теплое время. Для этого в районе установлено 12 новых трансформаторов. Заменено 79 километров электрокабелей. К примеру, после подключения к сети нового трансформатора высокого напряжения в Махалет-Кляныш проблема с бесперебойной подачей электроэнергии была решена для более чем 200 домохозяйств. А в Махалях-Амкаработ старые столбы были заменены новыми опорами. Из имеющихся 23 километров проблемных дорог 17 километров уже полностью заасфальтировали. Представляете, улицы Махалях-Амкаработ в последний раз видели асфальтоукладчики где-то в 70-х годах прошлого столетия. Как видите, сейчас все идеально. Дороги не только ровные, но и светлые. В Юнусабадском районе свыше 1300 многоэтажных домов только в этом году без малого 150 из них стали объектами ремонта. Заменены кровля, инженерные коммуникации. На эти цели выделено 13 миллиардов сумм. В ходе изучения стало очевидно, что много вопросов у населения к системе здравоохранения. И чтобы приблизить медицину к людям, в Махале-Усташирын был организован выездной беносмотр с участием 20 узких специалистов семейной поликлиники. Было проверено состояние здоровья около 300 местных жителей. 20 человек получили ордера на лечение в центральных больницах и клиниках. Помимо этого, были бесплатно предоставлены различные лекарственные средства. Спасибо большое нашему президенту. По его инициативе проводятся такие масштабные работы. Нам очень приятно, что мы не остаёмся без внимания. Кроме того, всех нуждающихся в медицинской помощи осмотрели. Дали необходимые рекомендации и обеспечили лекарствами абсолютно бесплатно. Анализ показал наличие безработицы среди молодёжи. Для них была организована ярмарка. Где для 100 участников более 30 предприятий предоставили 200 различных вакансий. Особое внимание было уделено гражданам, нуждающимся в социальной поддержке. Представители рабочей группы вместе с благотворителями, в частности, посетили Ольгу Чернявину, проживающую в Махале Ахалабот. Она долгое время страдает эндокринологическим заболеванием. Ей нужна была операция. При помощи спонсоров все расходы на вмешательство были покрыты. Всего более 10 человек смогут прооперироваться в лучших клиниках страны. Любое начинание, любая реформа, безусловно, преследует основную цель. Сделать так, чтобы люди были довольны, удовлетворены качеством жизни. Процесс активной деятельности республиканской рабочей группы в районах и махалях столицы продолжается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова